В Вантеевке снова областные гости. Оценить проведение субботника, поучаствовать в нем, а также обсудить вопросы образования, приехала министр образования правительства Московской области Марина Захарова. Утром проезжали в город, мы увидели, что субботник не акция, которая проходит только сегодня. Нельзя было за один день сделать то, что мы сегодня видели в городе. Для нашего города цифра достаточно внушительная. У нас с вами 50 с лишним тысяч взрослого населения, 5000 это практически 10%. Это хорошо. Сергей Гриднев, глава города, замечает, что жители инициативны. Каждый десятый вышел на субботник. Это словно подарок, ведь 18 апреля день депутата, а еще день рождения главы Вантеевки. Мы знаем, что вы очень много пишите, пишите чернилами, поэтому от совета депутатов мы вам большой запас. Как пишите? Поздравив главу города, на депутатских слушаниях переходят к проблеме насущной. Доступность из дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Очередность дома на сегодня. Дети в возрасте от 0 до 3 лет, 2818 человек. Дети в возрасте от 3 до 5 лет, 870 человек. Дети в возрасте от 5 до 7 лет, все обеспечены местами дома. В городе 15 детских садов, 2 общеобразовательного вида, 8 центров развития, 3 сада комбинированного вида, 1 компенсирующего и 1 билдинг-сад. Строительство и сдача новых садов существенно уменьшат очередь. Чтобы проанализировать ситуацию, министр образования с депутатами посещают строящиеся объекты дошкольного образования и новые садики, которые уже готовы принять воспитанников. Вот групповая. И очень приятно, что мы увидели сегодня те объекты, которые уже готовы к приему детей, побывали на тех объектах, где еще ведется строительство. Детский сад на бережке, рассчитанный на 160 мест, строящийся объект на школьный, детский сад на Толмачево, который, по словам главы города, уже на следующей неделе распахнет свои двери 220 воспитанникам. Каждый из осматриваемых учреждений имеет свои особенности. То есть мы посмотрели, насколько из одних и тех же проектов можно сделать интересные группы, помещения для занятий с детьми. Мы посмотрели то оборудование, которое сегодня уже установлено, которое готово к принятию детей. И очень интересно то, что мы обращали внимание еще и на тех, кто будет работать в детских дошкольном образовательном учреждении. К примеру, детский сад на Толмачево всех приятно удивляет залом с мини-тренажерами, актовым залом, трансформирующимся в театр детской лаборатории для химических опытов. Я когда-то сам увидел, для мужей, представляете, для маленьких. Только положительные. Очень приятно на все это посмотреть и в этом участвовать. Прям хочется быть маленьким и вот эти детские сады ходить и проводить здесь достаточно очень большое время. Завершаются выездные депутатские слушания участием в общеобластном субботнике. Возле дошкольного учреждения на Толмачево единороссы, предприниматели города, молодежный парламент и глава города сажают 20 туй. Все, давайте ставим. Опа. Все. Все депутаты, независимо от того, входят они во фракцию или нет, плюс к этому наши ребята из молодежного парламента сегодня приняли участие как в работе дня депутатов, так и в посадке деревьев на территории этого прекрасного садика. Последние штрихи. Мне лично не хватало аграрных знаний в правильности, но надеюсь, может быть не первый раз, соответственно, дальше будем надеяться, что они вырастут. Эти депутатские слушания имеют большое значение и для школьного образования города. Глава города обратился с просьбой к министру образования о софинансировании строительства школы в микрорайоне Детское. На что Марина Захарова ответила. У нас есть некоторое понимание по тому, по какому пути здесь нужно будет двигаться. Я думаю, что у нас есть дорожная карта, которую мы составляли в прошлом году. Сегодня мы ее актуализируем и предложим, наверное, несколько иные варианты для того, чтобы внести корректировку в эту дорожную карту. Кроме того, Марина Борисовна заметила, что в областной проект попала вторая школа. На ее ремонт выделены деньги, что позволит ликвидировать в образовательном учреждении вторую смену.